Джон Шань в этот раз прибыл в Минск не только в качестве замминистра коммерции Китая, но и как спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина. И завтра будет представлять Китайскую Народную Республику на инаугурации президента Беларуси. После теплого приветствия, конечно же, поздравления с победой на выборах от имени главы Китая и от себя лично. Я хотел бы передать вам большой привет и наилучшее пожелание от председателя Си Цзиньпина. Ваше очередное переизбрание с абсолютным преимуществом свидетельствует о том, что вы лично внесли большой вклад в развитие экономики Беларуси и повышение благосостояния населения. И вы пользуетесь глубоким уважением и доверием у белорусского народа. Позвольте поблагодарить вас за те теплые слова, которые высказал председатель КНР после избрания меня президентом, а также за ту колоссальную поддержку, которую вы осуществляете в отношении нашей страны. Я также благодарю именно вас за то, что вы прибыли сегодня в Беларусь. У нас есть очень важные проблемы, которые я хотел бы с вами обсудить. И не скрою, я буду просить вас, чтобы вы оперативно несколько моих просьб довели до сведения председателя КНР. Это уже вторая встреча Александра Лукашенко с Джуншанем в этом году. Первая была в апреле, накануне визита Си Цзиньпина в Беларусь. Вообще, этот год в белорусско-китайских отношениях как никогда насыщен взаимными контактами, в том числе на самом высоком уровне. В мае председатель КНР посещал с официальным визитом Беларусь. В сентябре главы государств снова встретились, но уже в Пекине, где Александр Лукашенко принимал участие в торжествах по случаю 70-летия победы в войне с Японией и окончания Второй мировой. Всестороннее стратегическое партнерство так характеризует уровень взаимоотношений Беларуси и Китая лидеры двух стран и ставит задачу его развивать. Что касается наших основных направлений сотрудничества, в том числе, как назвал великий камень председатель КНР, жемчужины шелкового пути, то думаю, что те задачи, которые мы поставили перед собой вместе с председателем КНР, во время его визита будут реализованы в срок, а если мы оперативно поработаем, то и будем идти со значительным опережением. Я считаю, что хорошее личное отношение между двумя лидерами имеет большое значение в развитии контактов между Беларусью и Китаем. Мое участие в качестве спецпосланника председателя КНР на инаугурации президента Беларуси в очередной раз свидетельствует о большом внимании, которое Си Цзиньпин уделяет китайско-белорусскому сотрудничеству, а также о глубокой дружбе с вами. Великий камень — это важный узел в глобальном китайском проекте, который называется «Экономический пояс шелкового пути». Речь о воссоздании на современном уровне древних транспортных маршрутов по воде, суши, а также по воздуху. Сегодня здесь активно возводят инфраструктуру, прокладывают дороги и коммуникации, тянут электролинии. Стройка масштабная — 600 человек, белорусов и китайцев, работают постоянно. В ближайшее время, в конце года, будут построены сети дорог, инженерные сети, а в мае уже непосредственно инженерные сооружения. То есть вот уже с мая следующего года, в принципе, можно будет подключить какой-то уже готовый объект полностью к сетям. Сегодня на территории Великого Камня установили мачту мобильной связи. Формат уже 3G, но по мере развития парка обещают улучшить и качество приема, и качество покрытия. Только от одного мобильного оператора будет 38 вышек связи. В парке ждут предприятия машиностроения, электроники, тонкой химии, биомедицины. Сколько в итоге здесь появится компаний, сказать сложно. Пока их 8, и еще 23 в очереди. Huawei у нас, да, один из первых резидентов, но они не производители, это будет научно-исследовательский центр. Из производителей это зумлеон, это техника коммунальная. Из производителей это белорусский нано-пектин, это производство оболочек для рекордственных средств. Йота, которое будет производить различные комплексующие для тракторов, для сельскохозяйственной техники. В сентябре здесь был дан старт строительству белорусско-китайского завода по производству солода. Проект оценивается в 100 миллионов долларов. Вообще, по объему инвестиций, Китай входит в десятку крупнейших партнеров Беларуси. Минск и Пекин реализуют 14 совместных проектов в промышленности, энергетике, строительстве, машиностроении и других сферах. Активно развивается и торговое сотрудничество. С начала года взаимный товарооборот превысил 2 миллиарда долларов. Правда, пока китайский импорт доминирует над белорусским экспортом. И сегодня речь шла о том, чтобы устранить все барьеры во взаимной торговле. Минск предлагает создать для этого специальную рабочую группу. Ставку делают и на региональное сотрудничество. Свои контакты уже наладили Гомель и Харбин, Гродно и Лунань, Брестская область и провинция Хубэй. В сентябре Александр Лукашенко подписал директиву номер 5 о развитии двусторонних отношений с Китаем, которое впервые касается внешнеполитического взаимодействия. В документе конкретное задание конкретным ведомствам. Например, Совмин отвечает за рост торговли. Китайскому капиталу будет представлен солидный список белорусских предприятий, открытых для инвестиций. Отдельная строка в директиве — усиление производственной кооперации. В ближайшее время Минск и Пекин проведут ревизию вопросов двустороннего сотрудничества, чтобы выделить наиболее важное и направить все усилия на их реализацию. Светлана Кнутова, Анатолий Занкович. Наши новости ОНТ.